В Ульяновском регионе реализуется нацпроект здравоохранения. Одно из его направлений – привлечение молодых специалистов в медицинские учреждения. Многие лечебные заведения успешно справляются с этой задачей. А об одном из таких примеров – Эдуард Эстонин. Еще в школьном возрасте Ольга Кабаева мечтала избавиться от акне. Так в простонародье называют прыщи. Девушка успешно боролась с ними у косметолога. Профессия эта ей понравилась. Но вначале нужно было стать дерматовенерологом. В 2019 году, когда я окончила медицинский факультет, я поступила в ординатуру по специальности дерматовенерология. Когда я поступила уже именно в кожевый диспансер на практику, мне очень понравились все эти клинические случаи. На втором курсе ординатуры Ольге Сергеевне захотелось попрактиковаться доктором. Неподдельный интерес к делу заметил главврач диспансера. Он предложил девушке остаться работать в учреждении в статусе молодого специалиста. Также хочу выразить благодарность главному врачу Магомеду Абдурахмановичу, который дал мне эту возможность. Молодых специалистов стимулирует областной бюджет. 10 тысяч рублей единовременно при трудоустройстве, плюс ежемесячно к зарплате тысячи. А еще годовые выплаты. Вначале 20 тысяч, потом 40 и третий год 60. Ну, я как руководитель этого учреждения, я их тоже не обижаю. Я все, что могу делать для них в плане оплаты их труда, ну, я считаю, что они получают достойную заработную плату. Кроме Ольги Сергеевны, руководитель взял на работу еще двух молодых специалистов. Все они под опекой коллектива учреждения. Он хоть и небольшой, но позитивный. А у нас есть старые доктора, вот они очень охотно делятся с молодыми докторами. И поэтому у нас доктора очень быстро, за год-полтора-два, осваивают все, что необходимо, чтобы стать квалифицированным врачом-дерметренировкой. То есть, если бывают сложные случаи, у нас есть уникальная возможность создать консилиум, где более опытные доктора выскажут свое мнение. И мы приходим к коллегиальному, так сказать, общему мнению. Таким, как Ольга Сергеевна, в диспансере доверяют. Молодые специалисты постоянно за счет учреждения повышают квалификацию. Сейчас с этим стало еще проще. Делать это можно по интернету и без утомительных командировок. Эдуард Истомин, Александр Рассохин, Весюльянск.